Национальная кухня Испании славится по всему миру своими традиционными блюдами благодаря их необычным вкусовым сочетаниям и большим разнообразием ингредиентов. Каждый регион Испании вносит в национальную кухню свои особенности и кулинарные изыски. В Каталонии едят не то, что в Кастилии, а в стране басков готовят не так, как в Андалусии. Но существуют такие блюда, которые любят по всей Испании, и о 10 самых вкусных мы вам сегодня расскажем. Привет! Вы на канале Кулинарный ТОП. И это подборка 10 самых вкусных блюд Испанской кухни. Номер 10. Осьминог по-галисийски. Это настоящий пир для гурмана. Гордость Галисии – непревзойденный шедевр Испанской кухни. Осьминог по-галисийски великолепно подходит для истинных любителей кулинарии, которые могут оценить по достоинству вкус и изысканность нежного вареного осьминога. Специалисты рекомендуют использовать для готовки кастрюлю из меди для лучшего размягчения мяса, а в качестве посуды для подачи традиционно выступает специальная деревянная подставка. На ней готовое блюдо подают разрезанным на кусочки, щедро заправляют оливковым маслом, посыпав крупной солью и паприкой, а в качестве гарнира лучше всего подходит отварной картофель. 9. Чориза Это блюдо популярно не только в Испании, но и в Португалии, а также в странах Латинской Америки и в других регионах, где распространено влияние испанской культуры. Чориза представляет собой сыровяленую свиную колбасу с пикантным вкусом. Насыщенный красный цвет и сладковатый привкус ей придает знаменитая на весь мир испанская копченая паприка, которую испанцы щедро добавляют в это блюдо. Благодаря своему тонкому аромату и необычному вкусу чориза часто добавляют в качестве дополнительного ингредиента во многие блюда, кладут на бутерброды, жарят на гриле, добавляют в супы. Также чориза подают ко многим напиткам в виде испанской закуски тапас, о которой мы поговорим позже. Номер 8. Испанская тортилья Тортилья является самым распространенным и популярным блюдом в Испании и наряду с паэлией и Гаспачо выступает одним из наиболее узнаваемых блюд испанской кухни. Не нужно путать ее с тонкой мексиканской лепешкой из кукурузной муки. Испанская тортилья представляет собой вкуснейшую запеканку или омлет из картофеля, яиц и разнообразных дополнительных ингредиентов. Несмотря на такой простой набор компонентов, испанский омлет получается невероятно вкусным. Любопытно, что лук добавляют в это блюдо далеко не всегда, в некоторых регионах это считается гастрономическим преступлением. Поэтому стоит отметить, что кухня каждой провинции Испании предлагает свой рецепт с определенными ингредиентами. Но картофель и яйца всегда составляют основу любой испанской тортильи. Номер 7. Молочный поросенок Еще одно блюдо, которое стоит непременно отведать, это тушеный молочный поросенок, приготовленный по старинному испанскому рецепту. Нигде в мире больше не готовят это блюдо так, как делают это в Испании. Запекают поросенка целиком в дровяной печи около 3 часов по особой технологии. Мясо получается таким нежным, что повар может легко рассечь его не ножом, а глиняной тарелкой. Правильно приготовленный поросенок имеет не только очень нежное мясо, но и золотистый ровный цвет, а также восхитительную хрустящую корочку. Попробовать молочного поросенка можно в Мадриде, а также в других испанских городах, но лучше сделать это именно на родине этого блюда. В городе Сегове этот вкус вы не забудете никогда. Номер 6. Сарсуэла. Сарсуэла – это песня о море, запечатленное в одной тарелке. Всем любителям рыбы и морепродуктов стоит отдаться в плен незабываемого вкуса сарсуэлы. Это главное праздничное блюдо каталонской кухни и одно из самых аутентичных в испанской кулинарной культуре. Оно очень необычное и аппетитное. Испанская сарсуэла – это невероятно вкусная ассорти из креветок, мидий, омаров, кальмаров, рыбного филе, каракатиц и лангустов. Все это заливается густым пикантным соусом на основе рыбного бульона и традиционно готовится в глиняном горшочке или особой керамической посуде, напоминающей сковородку. Главное в этом блюде – чем больше морепродуктов, тем лучше. Номер 5. Гаспачо. Как в России популярна окрошка, так в Испании – гаспачо. Но если слава об окрошке ограничивается лишь небольшой территорией за пределами своей родины, то гаспачо знаменит на весь мир. Этот холодный суп из протертых сырых овощей был придуман в самом южном регионе материковой Испании – Андалусии. И именно здесь в летние месяцы нет лучшего спасения от жары, чем хорошо охлажденный, легкий и освежающий суп. Он состоит из таких сочных свежих овощей, как томаты, сладкий перец и огурец, а также чеснока, оливкового масла, соли и винного уксуса. Это полезное для здоровья и очень вкусное кушанье представляет собой яркий образец средиземноморской кухни и национальную гордость Испании. Номер 4. Тапос. Побывать в Испании и не попробовать тапос – это настоящее гастрономическое преступление. Это то же самое, что посетить Париж и не увидеть Эйфелеву башню или заказать американо в Италии. Тапос – это не название конкретного блюда со строгой рецептурой, это общее наименование для традиционной испанской закуски, которая может состоять из самых разнообразных ингредиентов. Это могут быть маленькие бутерброды на два укуса, небольшие шпажки с мясом или рыбой, маленькие пиалки с оливками или пару пряных сухариков, кусочки хамона или чориза. Список тапос бесконечно разнообразен. В любом случае тапос – это то, чем можно закусить бокальчик вина или кружку пива. На сегодняшний день, в любом уголке Испании можно найти бары и рестораны, специализирующиеся на тапос. Кроме того, во многих заведениях при заказе любого напитка тапос вам подадут бесплатно, в качестве комплимента от ресторана. Испанцы едят тапос в любое время дня и ночи, при том везде, где только можно. Номер 3. Паэлья. Традиционным испанским блюдом, знаменитым на весь мир, выступает паэлья. Главным ингредиентом этого вкуснейшего испанского блюда является рис с ароматным шафраном и оливковым маслом. Чтобы попробовать классический рецепт нужно посетить Валенсию, ведь именно в этом регионе и зародилось это легендарное блюдо. И хотя в наши дни известно более 300 версий паэльи, аутентичную валенсийскую паэлью готовят из риса, мяса курицы и кролика, улиток, нескольких видов фасоли и приправ. Однако, все же большей популярностью по всей Испании пользуется вариант этого блюда с несколькими видами морепродуктов. Номер 2. Хамон. В любой части Испании турист может найти визитную гастрономическую карточку страны и ее традиционное блюдо, которое делают только здесь, хамон. Это сыровяленый свиной окорок, который при подаче обычно нарезают тонкими ломтиками, как ветчину. Приготовление хамона – это целое искусство, которое творят местные повара на основе испанских традиционных рецептов. В результате получается вкуснейшее мясо, которое может храниться около двух лет. И хотя главный кулинарный символ Испании производят во всех областях страны, однако существует два основных типа хамона. Сирана – окорок белой свиньи, и более ценный – иберика, окорок черной свиньи. Ежегодно Испания производит более 40 миллионов единиц своего национального деликатеса, который нашел своих почитателей по всему миру. Номер 1. Вино. И, наконец, какой же испанский обед и тем более ужин без вина. Именно вино является вершиной гастрономической жизни Испании. Наряду с Францией и Италией она входит в тройку ведущих винодельческих стран мира. Испанские вина очень яркие, они находят своих преданных поклонников по всей планете. Великолепные красные, отличное сопровождение для мясных блюд, свежие белые и розовые, а также игристые кавы помогают выдержать утомительный летний зной. Особняком стоят крепленые вина, такие как Херес и Малага. Херес – вино универсальное. Охлажденный сухой Херес Фина – это прекрасный аперитив, а выдержанные и сладкие сорта Хереса отлично подходят для завершения обеда. Каждый ценитель вина обязательно найдет в Испании напиток по душе. А какое ваше самое любимое блюдо испанской кухни? Делитесь в комментариях своими мнениями по поводу сегодняшней подборки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередную порцию интересных подборок из мира кулинарии. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем спасибо. Всем пока.